АСХАТ ШАХАРОВ 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 СОБЛЮДАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ НОШЕНИЕ МАСК, ПЕРЧАТОК В ЭТОМ СИТУАЦИЯ КАЯ? Бизнес стал дисциплинированным Потому что мы и сами мониторим Очень строго соблюдают Все правила Конечно, есть единичные случаи С которыми мы сталкиваемся Когда мониторим Группы выезжают мобильные Когда не соблюдаются меры Которые им рекомендованы Но в целом население Ну, мы видим по-разному Где-то еще сознание не дошло Но в целом, конечно Мы, или население Уже Отвыкло от свободного Перемещения Уже старается как-то вести себя Более соблюдая Дистанциирование Меньше находиться в общественных местах Но в целом мы видим, что Население относится с пониманием Но все-таки Есть моменты Когда надо Во многих местах Мы тоже наблюдаем Что не совсем Осознают люди еще Что эта болезнь Быстро может То есть человек может Быстро инфицироваться от другого Вот тогда, когда У нас в городе был карантинный режим Мы практически каждую программу говорили Озвучивали количество нарушений Режимы этого Вам полиция помогала в этой работе Сегодня таких ограничений жестких нет Но все-таки полиция принимает Какое-то участие в этом процессе Сейчас, когда пошло послабление Уже таких мер нету Соответственно Привлечения к адам или другим более жестким мерам Отсутствуют Но Мы все-таки Применяем Меры К Объектам Которые посещают Люди И Соответственно К ним применяем Меры наказания Ну в данный момент Такой Статистики Как было до этого Нету Предлагаю немножко Уйти от этой темы Я считаю Что самое важное Для наших Презрителей Мы проговорили Вот сегодня мы столкнулись С такой проблемой Вот о тех Речь идет о тех 15 тысячах Которые Государство Определенным категориям Граждан Выплачивало За этот период Как дотацию Покрытия Оплаты Коммунальных услуг И выяснилось Что Некоторым Нашим Жителям Которые Подпадают Под эту категорию Все Все эти 15 тысяч Направили на оплату Газа Который у нас Как известно Очень дешевый И вот Приходилось Разбираться Что делать Чтобы вот в такую ситуацию Не попадать И как ее разрешить Вот сегодня С той Женщиной Которая нам Об этой ситуации Рассказала Мы направились вместе В отдел ЖКХ И там в принципе Эту ситуацию Быстро разрешили Только такой способ Ну видите Вот если честно Денег дали Очень много С республики И Мы должны Максимально Освоить Ну в рамках Тех правил И тех категорий Которые указаны Постанали правительства Поэтому Очень важно Здесь не ошибиться Но Где-то присутствует Человеческий фактор Если есть такие Моменты Но Надо сразу обращаться Но Мы Прямо Порционально Делим На те коммунальные услуги В первую очередь Которые Обслуживают Наши коммунальные службы То есть Это Местные Октябрьские Фирмы Компании Коммунальные Которые То есть Это Вывоз мусора По газификации По воде То есть Соответственно Мы решаем Вопрос Долгов Населения Перед коммунальными Службами И соответственно Коммунальные службы Дополнительно Аккумунируют Средства у себя Сейчас идет Подготовка к зиме То есть Нам очень важно Чтобы быстрее Этот процесс Завершился Уже половину суммы Мы освоили Это порядка 300 миллионов Тенге И вот планируем На этот период Еще освоить Такую же сумму У нас есть телефонный звонок Алло Добрый вечер Слушаю вас Здравствуйте У меня вот такой вопрос Паучи Чкалина Аварийные дома Говорили В новом поселке Будет строиться Будет они строиться Или нет Улица Чекалина Да Да По Чекалина Там Несколько домов Вот Один дом Из восьми квартир Которые Первоначально В прошлом году Планировалось Переселить Сейчас Компания Которая Которой Которой мы Дали дополнительный Участок Чтобы он мог построить дом Соответственно Закрыть вопрос Ветхого жилья Жителям этого дома Это восемь квартир Соответственно Остальное Уже За счет Тех площадей Которые он построит Дополнительно Реализовав их То есть Вернет себе Эти Потраченные средства То есть Этот дом Начал строительство Мы его контролируем И Компания обещает До конца года До наступления холодов Этот вопрос Закрыть нам Я вот знаю Что В городе действовала Программа Когда Ну привлекательный Допустим Земельный участок А на нем стоит Старое Ну старое Жилье Которое может быть Приспособлено было И так далее Бизнесмены Выкупали Эти квартиры Давали Рыночную Стоимость Ну по договоренности С жильцами Те значит Разъезжались На этом месте Строилось новое Жилье Сейчас такая Программа работает Ну в принципе Схема такая же Осталась Соответственно Мы сейчас То ветхое жилье Которое внести Пятна в городе Мы уже предлагаем Застройщикам Один застройщик Уже тоже Начал строительство Мы ему еще Дополнительно Отвели земельный участок Чтоб он увеличил Свои площадя И соответственно Вот сейчас На доме две компании Которые заинтересованы Ну есть Которые Начали работать Есть компании Которые заинтересованы Тоже Смотрят участки Считают прибыль Смотрят Какой проект Можно реализовать На данном участке Ну это работа ведется Конечно за один год Мы все ветхое жилье Не закроем Ну еще пару участков Сейчас уже Застройщики Рассматривают А вот решение Когда Которое было принято Еще на заре Казахстана Как независимого государства Я имею ввиду О содержании Жилого фонда То есть тогда Государство сказало Ребята теперь Это ваше жилье И пожалуйста С крыши до подвала Следите за ним Сами Но по сути Большинство Из этих домов Они же были Не новые Не в отличном состоянии Достались И известно Что это большие Копложения Вот А сейчас По городу Очень много Того жилья Которое Ну как в народе Называется Хрущевки Которые в принципе Свой уже век Отслужили И с ними нужно что-то решать Вот с этим Что будем делать Ну мы говорим О одном и том же В принципе Ветхое жилье Это один момент Есть аварийное жилье То есть У нас есть категория людей Которые стоят в очереди Если их жилье Признано аварийным То соответственно Мы их Идет постановка на очередь Если есть возможность Мы их переселяем И ждем Очередности То есть Согласно Закону Жилищных отношений Прямо пропорционально При Сдаче Какого-то дома Мы делим Вот по четырем категориям И одной из них Является аварийное жилье То есть Все это в планах стоит Да Планомерно это идет Планируем Вот летом сдавать До конца года У нас стоят Очередники То есть до конца года Мы хорошую работу Должны проделать Завершить те дома Которые начали В этом году Мы уже Пару домов начали И соответственно Будем По категориям Прямо порционально Выдавать Я понимаю Что перед Городской администрацией Всегда стоит Множество задач Которые Нельзя откладывать Нужно решать Здесь и сейчас Ну вот Сегодня Какой самый серьезный Вызов стоит Перед администрацией города Ну в первую очередь То что мы Переживаем В последнее время Это безопасность Жителей Это Стало Приоритетной Задачей Потому что Весь мир переживает Проходит через это Я думаю Казахстан Справился В городе У нас тоже Очень Я думаю После пандемии Сознание людей Вообще Отношение к жизни У людей Поменялось Что мы планируем Что у нас В приоритетах Конечно Это развитие территории Соответственно Мы должны В первую очередь Развивать бизнес Развивать территорию Создавать рабочие места Мы агломерация То есть Это связь Это инфраструктура Связь между магистральными Связь между населенными Пунктами То есть Вот эту Инфраструктуру И дорожную Концепцию Мы должны Обсуждать ее постоянно Мы следить должны За потоками Строящимися Предприятиями Новые предприятия Вот здесь мы должны Угадывать Где будет скопление Где передвижение Чтобы не создавались Пробки Город должен быть удобный Для жителей Не только для Автолюбителей И кто ездит на Транспорте Соответственно Это должно быть Должно быть удобно Для самих людей Передвигаться Это общественный транспорт То есть Это реновация То что мы говорили Это полицитричность Нельзя Делать большое скопление Людей только в центре Создавая условия Там Мы должны создавать Везде И скверы И парки Спортивные площадки Вот над этим Мы должны работать Конечно это не вопрос Вопрос не одного года В этом году мы Эту работу начали То есть это во дворах Это спортивные площадки Во дворах И я думаю уже К осени мы Примерно уже Будем иметь Видение На следующий год Уже готовим Проекты Это и по дорогам По другим Инфраструктурным Сетям Чтобы на следующий год Уже реализоваться То есть в план Вбить в план Финансирования Тех бюджетных программ Которые За счет которых Мы реализовываемся Это бюджетные программы Республиканского значения Ну вот вы уже упомянули Про дорожное строительство Давайте По традиции Пару слов об этом скажем Вот уже Несколько улиц Отремонтировано Открыто Все идет по графику Все идет по плану Все хорошо в этой сфере Ну когда Есть рабочий ритм Нам всегда кажется Что мы отстаем Конечно Есть график работы Утвержденный По которому мы точно знаем Что осенью Отремонстируется До наступления Холодов Не холодов А до Определенной температуры Когда уже нельзя будет Вложить полотно Вот Здесь соответственно Конечно Мы отталкиваемся от того Какими темпами Идет компания Какую работу выполняет И следим за этим То есть я каждый день На мониторию Выезжаю сам Слежу за графиком Работ Если где-то Происходит остановка Потому что Мы уже перекрываем улицы Это очень неудобно Для наших жителей Мы это понимаем И Говорим им спасибо Что они с пониманием относятся Надо немножко потерпеть Чтобы получить Качественные Хорошие дороги Но в то же время Не торопим Нашей компанией Потому что действительно Все должно по технологии Следим За водоотводами Другими моментами Что будет мешать Нашему Качеству наших дорог Поэтому Все это Мы За этим следим Уже дополнительно 10 улиц уже На этой неделе Новые начали делать Это вот Некрасово Вот касательно Что Старой части города Другие улицы Очень важны для нас То есть Каждая улица Это артерия Вот ее надо За ней следить И Те улицы Которые Действительно Поток большой Машин Мы стараемся В кратчайшие сроки Ремонтировать Конечно Мы не волшебники И действительно Есть причины Тому Когда Задерживается Дорожная работа Потому что В первую очередь Мы ставим качество Лучше потерпеть неделю Мы лучше там Задержимся Но зато получим Качественные дороги Чтобы к этому Не возвращаться И В будущие годы Уже чтобы Это было удобно Автомобили Могли спокойно Перемещаться У нас есть еще один Телефонный звонок Алло Здравствуйте Слушаем Алло Слушаем вас Я вот таким Хочу городу Задать вопрос Вот сейчас Ремонт улицы идет Вот сейчас Он говорит Вот Некрасова Улица Улиханова Здесь вот поэтому Почему нет столько Воды Опять заложили Везде бордюрами С обоих сторон Идет Водосточные каналы Почему Через каждые 4-6 метров Нельзя сделать Такой прогал Чтобы вода стекала Опять То же самое Будет Вода По асфальту бежать И Опять Будет асфальт смывать Опять Тот же вопрос У нас Наши жители Заложилось Вот ментально Что Отсутствие Водоотводов Либо Ливневые Если Где-то отсутствует Либо Мы На этапе строительства Не делаем То Этот асфальт смоется Да Это Может и одна из основных причин Когда портится основание Либо Верхний слой Но Мы Стоки Предусматриваем Видите Все это зависит От геодезистов Которые Выводят То есть Они примерно Знают Куда Может течь вода То есть Они Отстреливают Специально И Водоотводы Будут делать Согласно Их Выводам Их Их Работу Работу Вести Дальше То есть Сами Капитальный ремонт Ремонт Технологии Останут Вот Это Это Соответственно В старой части Мы видим Улицы Московская Арынова Начали ремонтировать Еще другие Улицы Они начали То есть Весь поток Пошел через них Мы ее тоже Будем ремонтировать Но соответственно Примерно мы знаем Улица просторная Сейчас мы ее Начали ремонтировать То есть Уже поток Не будет обижать По Успанова Либо по 101 бригаде А будут знать Что связь между Восьмым районом И Сангибая Будет и через эту улицу Но самое главное Создать Безопасность Уже некоторые жалуют Что уже аварии Зачем дороги Отремонтировали Ну если за этим Гоняться То Здесь должно В первую очередь Играть сознание людей Культура Вождения И самое главное Максимальный безопасность Что от нас зависит Это лежачие полицейские Дополнительные Где-то светофоры Где-то пешеходные переходы Где-то неровности Перед социальными объектами Обязательно Мы это все будем учитывать У нас есть еще один звонок Алло, добрый вечер Алло, саламатсвэ 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 Говорите Саламатсвэ Алло, саламатсвэ Тандаптор Майтовэрд Саламатсвэ 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 Спасибо за просмотр. Как известно, 6 июня в Казахстане вступил в силу в Закон о Мирных Собраниях. о митингах, да, и были определены в каждом крупном городе места для таких собраний разрешенных, да. Вот в Ак-Тубе, по-моему, два или три места таких определено. Как и кто их определял, и советовались ли с местными жителями по этому поводу? Да, 6 июля вступил в закон новый, закон о митингах, мирных собраниях, одиночных пикетах, и там все четко указано, утверждает место местный маслехат, то есть городской маслехат с нашей подачи, то есть местная исполнительная власть предлагает места для мирного собрания, то есть это должно быть специально отведенное место, где наше население по тому или иному вопросу может выйти и с высокой трибуны, скажем так, вы сказать о том, что волнует население, либо какая-то аудитория, либо какие-то единомышленники по тому или иному вопросу. Поступает предложение, но на данный момент мы отказываем, потому что ситуацию, вы сами видите, эти эпидемиологические ситуации не позволяют сбору людей одновременно, поэтому весь вопрос в этом. А так мы открыты для диалога, я думаю, в будущем это реформа президента, мирные собрания будут носить уведомительный характер, то есть не надо, разрешительный характер отсутствует, то есть нас просто надо уведомить, что в тех местах, которые мы указали, утвержденные Маслихатом города Ахтубе, они могут просто указать время, если до этого времени никакие мероприятия заранее другая группа людей не запланировала, не уведомила нас, то, соответственно, мы просто разрешаем, либо если по умолчанию они могут, если не было им отказано, приходить и проводить эти мероприятия. У нас осталась буквально минута, вот на Ваш взгляд, а какие вопросы существуют в нашем обществе, которые можно решать вот таким образом, собираясь на митинги, выходя на площади, и вот, в общем, решать, какие вопросы на улицах можно и нужно? Вопросы есть, их надо решать. Для этого мы, местная исполнительная власть, всячески используем любую площадку для обратной связи, даже эта студия. Очень много решается вопрос какой-то улицы, где-то личного характера, но данные митинги для этого и сделаны, чтобы, озвучивая вопрос, чтобы местная исполнительная власть была услышана. Но я думаю, на данный момент местная исполнительная власть, да и вообще государственные служащие, которые работают в разных центральных или местных исполнительных органах, на каждый вопрос стараются оперативно отвечать. Да, бывает текучка, очень много вопросов, но официальный запрос, либо официальный блок или обращение официальное, когда идет, мы, согласно срокам, быстро и оперативно отвечаем. То есть все в рамках закона. Конечно, мы не можем мониторить в социальной свете, мы не можем полностью на каких пабликах, что размещено, и везде давать ответы на те или иные вопросы. Есть официальные аккаунты, то есть мы готовы все это мониторить и отвечать. Ну, это волеизвезливее человек, это мировая практика, везде это практикуется, люди выходят в специально отведенные места, то есть выражают свою политическую волю, либо какой-то вопрос, если их не устраивает. Не всегда же общество придерживается одного мнения. Готуют разные мнения, кто-то согласен, кто-то не согласен. Лишь бы все это проходило мирно. Это полемика, да. Самое главное для нас это безопасность. Мы в этом ограничивать не будем. И согласно этих правил населения, те люди, группа людей, аудитория, которые хочут, чтобы их услышали, либо самое главное, чтобы это не было популизмом и ведомым мероприятием извне, либо теми людьми, которые манипулируют. Хотелось бы, чтобы политическая воля, политическая грамотность и вообще владение ситуацией наших людей было на таком понимающем уровне. И они, когда шли куда-то, знали, для чего это делать, как делать. Но в первую очередь, если у них есть какой-то вопрос, обращались к нам в Акимат, мы готовы встретиться, разъяснить, рассказать о тех планах, которые у нас есть. Я думаю, вот такие площадки мы для этого используем. Спасибо. Большое спасибо за ваши ответы, за ваше время. Спасибо и вам, что провели эти полчаса вместе с нами сразу после нас в программе «Факт». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok